Адам еду, возьму ненужные вам продукты, можно даже с истекшим сроком годности. Такие объявления сегодня становятся все актуальнее в Рунете. Видно, для кого-то пища уже начинает становиться дефицитом. Сейчас очень много нуждающих, которые нет денег купить даже элементарную еду, и они вот забирают у других, кому не нужна уже еда. Фудшеринг в переводе дословно означает «раздача еды». Зародился он в Германии несколько лет назад. Там ежедневно выбрасывают ценеры пригодных в пищу продуктов. Все эти овощи абсолютно съедобны, а их выбрасывают. Это своего рода протест против общества потребления, против стремления постоянно увеличивать объемы производства и потребления. Но в России такая помощь экологии больше помогает желудку. В кризис обороты фудшеринга растут небывалыми темпами. К примеру, в соцсети ВКонтакте с декабря 2015-го появилось почти 200 российских групп «Отдам еду бесплатно». Люди, которые получают еду, они получают столько позитива и столько благородных слов, говорят прямо. От этого душа радуется. У нас также и есть кафе, которые рестораны отдают еду. Но для российских предпринимателей идея отдать бесплатно то, что еще можно продать, показывают чайдика. И просроченная еда остается на прилавках, изредка по сниженной цене. А вот общепит закон обязывает выбрасывать еду. Люди, которые спасают еду от помойки, называются фудсеверы. Как скоро у нас появятся спасатели еды и группы «Отдам еду бесплатно Владивосток», мы спросили у участницы Владивостокской благотворительной организации. Если у нас есть движение, когда-то было движение «Фримаркет», когда люди приходили, менялись вещами, которые в хорошем состоянии, но им больше не нужны, то, я думаю, и фудшеринг будет набирать обороты. В России такой обмен едой существует лишь три месяца, и вполне возможно, после кризиса нужда перерастет в заботу об экологии. Варвара Зверева, Анастасия Крикун, Новости на Восьмом.